Здравствуйте, дорогие друзья. Ну, огромный праздник, огромный праздник и выбора для темы нет. 15 ава. Написано никогда не было такого праздника и таких великих праздников в Талмуде написано, как 15 ава и Йом-Кипур. Йом-Кипур мы знаем все, 15 ава как-то иногда не понимаем. Йом-Кипур это день искупления, день возобновления обычного ритма жизни, к которому возвращается народ после нового года. 15 ава это момент восстановления тесной связи с Творцом. Этот день, когда как бы уже даровано прощение, уже улыбка появилась, если можно сказать, у Творца. Очень много можно перечислять. В этот день представители разных колен Израиля получили разрешение вступать в брак, чего не было, раздоры между коленами, перестали умирать люди в поколении пустыни. В этот день были аннулированы контрольно-пропускные пункты, которые царь Яровам перекрыл населению, чтобы идти в Иерусалим. В этот день римские власти разрешили похоронить погибших бейтари. В этот день закончили заготовку дровов для мезбеха, для храмового жертвенника, потому что это длилось все лето и с 15 ава написано летняя жара начинает спадать, и дрова уже не успевают как следует высохнуть, их уже не используют. Этот день тоже отмечали как праздник. Еще в этот день, это день такой, день Валентина еврейский. Дело в том, что в этот день как раз незамужные девушки выходили в виноградники, танцевали, новые брачные пары образовывались, причем девушки одевали белые одеяния, которые были одолжены, чтобы стирать какие-то имущественные различия. Большой праздник это. Действительно в этом дне, в полноте его, в полноте луны, которая набирается, есть очень большие каббалистические посылы для нас. Это праздник любви. Девушки, которые в этот день был праздник выбора еще. Мужчины выбирали своих суженых. Это очень-очень-очень важная вещь. Вообще существуют специальные чудесные средства сгулот на 15 ава. Так как этот день связан с понятием пара, то в этот день молятся о нахождении достойной пары, у кого нету. Кто замужем или у кого есть семья, обязательно в этот день молятся за мир и гармонию в семье. Также Талмуд говорит, что после этого дня начинают дни уменьшаться, а ночи удлиняться. И надо не уменьшать, а увеличивать количество занятий торой. Согласно учению каббалы 15 ава соединяются в верхний и нижний духовные миры. Это благоприятный день для очень любых начинаний. В этот день, как бы, это день выбора, я уже говорил, говорит каббала. И тут надо попытаться разобраться. Каждому предоставлена свобода выбора. Если он хочет вернуться на праведный путь, пишут, выбор в его руках. Если хочет свернуть на путь зла, выбор в его руках. Этот принцип настолько фундаментальный, что без него нет места ни по велениям, ни запретам, нет возрождения, вознаграждения, наказания. На прошлой неделе мы находились в стадии спада. Спасть в стадии застоя. Девятая ава, это день разрушения храма и так далее. Но есть близость между корнями в иудаизме слова разрушения и выбор. Разрушение происходит потому, что выбрали мы зло. Мы выбрали зло, а не добро. Разрушение наступает тогда, когда мы еще и вообще не выбираем. Не верим в нашу способность выбрать, особенно на духовном уровне. Чем отличается? Почему говорят вообще? Слушай, не было в Израиле больше праздников, чем 15 эго. Ответ заключен в 9 ава. В этот день, в разные годы были разрушены оба храма. В этот день началось мучительное такое изгнание и трагедии постоянные. Но эти трагедии не бесцельные удары судьбы. После спуска начинается подъем. И когда у нас какие-то неприятности, какие-то проблемы, надо помнить, что мы сейчас пойдем вверх. Чем глубже спуск, тем выше будет последующий подъем. Именно после 9 ава, низшей точки, мы можем достичь недосягаемых высот. Таким образом, 15 ава, это день, когда Луна достигает полноты. Он символизирует следующую за падением 9 ава точку взлета. Таким образом, 5 радостных событий, которые произошли 15 ава, соответствуют 5 трагическим событиям 9. Бедствие 9 преображается в величайшее благо. И поэтому, говорят, не было более великого праздника. Основной смысл бедствий, которые были до этого, заключается в том, что они должны быть преображены и сделаны. Подъем должен быть из-за этого дня. Ради 15 ава происходило все остальное. Поэтому этот день обязательно надо отметить как праздник. Бреховецлаха.